Всем привет! С вами гроссмейстер Георгар-Удзинян. Я сегодня хочу показать две очень хорошие партии гроссмейстера Габрила Сарксяна, трехкратного олимпийского чемпиона. Итак, первая партия. Габрил играет Белми против Ливона Ароняна. Партию играли в 1999 году в чемпионате Армении. Конь Ф3. Конь Ф6. С4. С6. Конь С3. Д6. Ж3. Габрил решил слона поставить на Ж2. Е5. Слон Ж2. Слон Е7. Рогировка. Рогировка. И Д4. Конь БД7. Ферзь идет на С2. Ферзь С7. Б3. Слон хочет идти на поле Б2. Ладья Е8. Слон Б2. Слон Ф8. И Е3. Еще играли ладья АЦ1. Играли ладья ФТ1. Но Габри решил пойти Е3. Итак, А6. Ладья АЦ1. По линии С. И черные сыграли ФБ8. Это ход сомнительный. Может быть, стоили играть ладья Б8. Если сразу играть Б5, тогда будет СБ. И нельзя СБ, поскольку после Конь Е5 открывается дорога слона. А после АБ есть ход Конь Б5. Итак, ФБ8. И здесь следует очень сильный ход. Позиционный ход. Конь Д2. То есть, специально Конь идет назад. Открывает дорогу слона. Не дается, чтобы черные сыграли Б7, Б5. Итак, Ж6. Слон хочет идти на поле Ж7. Ладья ФД1. То есть, последняя фигура тоже пришел в хорошее поле. И последовал ЕД. Может, черным не стоило все-таки менять структуру. Может быть, стоило играть все-таки слон Ж7. ЕД. ЕД. Слон Ж7. И ладья Е1. Хороший ход. Поскольку у черных фигуры стоят, как мы видим, ладья на А8, ФБ8, слон на С8, Габи решил менять хорошую ладью. Конь Ф8. Ладья бьет Е8. Конь бьет Е8. И Д5. Очень сильный ход. Итак, угрожаем просто взять ДС. Заодно открываем диагональ. Последовал слон Ф5. Слон Е4. И слон Д7. Может, стоило брать слон Е4, но все равно после конь С, бьет Е4 открывается дорога слона. Итак, слон Д7. И здесь следует очень сильный ход. Опять я могу сказать. Позиционная жертва пешки. С5. Черные должны брать пешку. ДС. Если брать слоном тогда, после слона БелЦ6, БЦ, Конь А4, у черных есть слабости по линии С. Пешка С6 и пешка С5. Итак, БЦ. Все равно конь идет на А4. То есть белые хотят разменять чернопольных слонов, и заодно они забирают пешку С5. Итак, последовало. Конь Е6. Слон бьет Ж7. Конь 8 бьет Ж7. И конь бьет С5. Черные должны брать конь С5. Ферзь бьет С5. И у них слабость на поле С6. Итак, черные пошли конь Е6. Последовало ферзь Е3. Все равно пешка С6 подвисает. Если играть ферзь Д6, тогда будет ход конь С4 с темпом. Черные сыграли ферзь А7. Конь С4. Конь защищает ферзя и плюс хочет пойти на поле Е5. Ферзь бьет Е3. И Габи забирает с пешкой. Тоже очень интересно. Он смог, конечно, брать с конем. Тоже большой перевес у белых. Вот. Но забирает с пешкой. Открывает дорогу короля. Итак, ладья А7. Черные хотят перевести ладью на поле С7. Последовало конь Е5. Черные должны играть С5. Другого хода у них нет. И слон Д5. То есть слон идет на хорошее поле. Угрожаем взять коня, потом пешку С5. Черные должны защищать с ладьей. И следует простой ход конь Д3. Все равно белья атакуют на пешку С5. Черные сыграли слон Б5 на коня. И последовал опять сильный ход конь Ф4. Можно было, конечно, играть и слон С4. После хода конь Ф4 черные забирали. Конь бьет Ф4. То, что сомнительный ход. Может быть, стоило играть все-таки конь Ф8. И как-то защищать позицию. А после конь Ф4 кабель забирает ЖФ. Король Ф8 и играет Е4. Как мы видим, уже все подчеркнули. Белья, так сказать, слон Д5 очень сильный. И сейчас король придет в центр. Король Е7, король Ф2. И последовал слон Д7. Тоже ход плохой. Может, стоило играть Ф6. Как-то подождать. Итак, Ливон решил сыграть слон Д7. И Белья просто играет Б4. После чего они могут терять пешку. Потому что нельзя играть король Д6. После БЦ ладья Ц5, ладья Ц5, король Ц5. Теряется пешкой Ф7. И Белья легко выигрывает. Последовал Ц4. Кабель забирает ладьей. Ладья Ц4, слон Ц4. И еще и пешка А6 тоже слабая. Последовал слон Б5 в надежде перейти пешечную Эшпиль. Но все равно пешечные тоже Белья смогли выиграть. К примеру, король Е3, король Д4. На Ж5 они могут забрать и королем прийти на Е5. Тоже выигранно. Но Габель решили играть спокойно. Слон идет на Б3. Все равно у него есть отдаленная проходная пешка. А король идет в центр. Слон Е8, король Д4, Ж5. И слон Ц4. Пешка А6 тоже теряется. Ну нельзя слон Б5. Потому что берем ей все равно король Е5. А после Х5, король Е5, слон Д7, слон бьет А6, А4, слон Ф1, Ж4, король идет Ф4. И он сыграл в Ж3 и сдал партию, поскольку Белья могут просто брать, например, играть в Ж4. Там Х2 не страшно, слон просто защищает пешку. И в белых телах три лишних пешек. Вот. Итак, вторая партия. Вторая партия. Габриэл Сарксен играет с гроссмейстером Тиграном Нолбандзианом. Опять в чемпионате в Армении только в 2000 году. Итак, Д4, С5. Д5, Е5. Е4, Д6. Конь Ф3, конь Ф6. Конь С3, Ж6. Слон хочет идти на поле Ж7. Рокировка. И конь Х5. Черный играет как-то нестандартным способом. Может стою рокировку делать все-таки. Конь Х5, Ж3. Чтобы не дать коня пойти на поле Ф4. Рокировка. И опять Габри делает позиционный ход. Ход мне, который очень нравится. Во многих партиях, кстати, можно увидеть ход конь Д2 у Габри. Итак, конь Д2. Конь хочет идти на С4. Пешка на А4. На пешку Д6. Кстати, сейчас грозит просто взятие слона Х5. И тут Грассмейстер Нолбандзиан может быстро, может интуитивно сыграть ход слон Х3. Ход, который на самом деле слабый ход. Может стою просто возвращаться с конем на Ф6. Итак, после слона Х3, Габри просто берет коня на Х5. И после ЖН просто забирает ферзь Х5. То есть, отдавая качество специально. Потому что конь идет на Ф5. И у черных просто позиционно проигранная позиция. Итак, последовав. Ферзь Ф6. Конь идет на Е3. Ферзь Ж6. Конечно, не меняем ферзей. Ферзь идет на Ф3. Можно было и Х3, кстати. Ладья Е8. Конь идет в свое поле, так сказать. Конь на Ф5 очень сильен. Последовал Х5. И конь идет на Б5. То есть, пешка Д6. Черные должны защищать. Но тогда будет просто конь С7. Итак, качество Габри отобрал. У него лишняя пешка. И спокойная реализация позиции. Х3. Ладья Е8. Слон идет на Е3. И король идет на Х2. Приготавливая ладья Ж1 и Ж4. Конь Ф6. Ладья Ж1. Король Ф8. Слон Х6. Шах. Король Ж8. Многие, наверное, тут сыграли Ж4. Но Габри опять позиционно, опять технично. Король идет просто на Ф1. А потом проводит Ж4, открывая позицию черного короля. ХЖ. ХЖ. Король Ж8. И Ж5. После хода Ж5 игросмейстер Нолбалдьян сдался. Потому что если играть с конь Х7, тогда просто конь Х4 теряется черный ферзь. А если играть конь Д7, тогда можно пойти, например, слон Ж7. Просто угрожая ферзь Х3, ладья Ж1 с матом на поле Х8. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк. Удачи. До свидания.